У нас есть часы приема. Вот я спрашиваю. В это время предварительный запись вам не требуется. Сегодня следующая часть видео о том, как можно сфальсифицировать дело по 19.3 на простом примере. Когда человек пришел на прием к начальнику ГИБДД, который вместо того, чтобы представиться, предъявить удостоверение, так чтобы с ним можно было спокойно ознакомиться, вместо этого он стал избегать непонятные требования. Если вы не видите у меня начальника ГИБДД, выйдите в коридор. У начальника ГИБДДД должно быть соответствующего образца, оно должно быть заверено в чайке. Я вам даю... Давайте по-другому сделаем. Я вам даю 10 секунд, мы выполняем мои требования. Граждане Бешаков. 10 секунд откуда вы взяли? Я вам объявляю сейчас. Но? Либо вы что-то заявляете. Я заявляю. Я хочу видеть удостоверение начальника ГИБДД. Я определил. Дату покажите. Я определил. До какого действует удостоверение? Я требую, покиню мой кабинет. Женя Мельшаров. Выставьте, пожалуйста. Документы, выставляющие личность. На основании чего? Что в решении вас было составлено дело производства. Нормально с ценой по внушению. А что? За неуполнение. Чего? За трудником полиции. Я пришел решать вопросы. Мне дали 10 секунд. На каком законе это основано? 10 секунд. Назовите норму закона. 10 секунд. Давайте за 10 секунд будем все вопросы решать. Чего же он так медленно? Он до сирени 20 минут предъявляет. Так, я что нарушил-то? Предъявляйте. Я что нарушил? Не выполнили. Что вы не выполнили, но закон требует. Закон требует. В каком законе это требование написано? В каким кабинет? В каком законе? Я хочу понимать, за что меня сейчас будут оформлять. Так вот в этом кабинете закрыта была дверь. Вы же ничего не видели. Вы что? Мы это проходили уже. Когда полотдела подтвердило того, чего не слышал. И не видела даже. Это уже было. Вам-то это зачем? 23 февраля скоро. Как на вас дети-то посмотреть будут? И ваши, и другие дети. За такие-то действия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, в данный момент сотрудник полиции сказал, что я не задержан. Но тем не менее, они забрали у меня уже вещи. Я хочу передать эти вещи Павлу Ивановичу. Я прошу его, Павел Иванович, заберите эту видеокамеру. Подойдите прямо и заберите. Если он будет препятствовать, не старайтесь забрать. Все, спирин встает у него на пути. То есть я не задержан. У меня забрали телефон. Гражданин нас провалансирует, так что, аккуратнее будешь. Павел Чевич. То есть, видеокамеру забрали у меня, не обращайтесь. Павел Иванович, не разговаривайте с ним. Павел Иванович, да? Не разговаривайте с ним. Я просто предупреждаю, что может, возможно, что завести куда-нибудь. Он подошел, хотел взять его, но спирин перерезал дорогу и запретил ему брать эту видеокамеру. Видеокамеру, я с телефона тебе звоню. Да, он все, он говорит, мы тоже все попишем. Он требует все забрать, видеокамеру и телефон. Спирин требует. Ну, хорошо, Павел Иванович, можно подойти? Я не задержан, я могу с вами общаться. Ничто не запрещает. Я подбираю вам телефон. Все, пусть он будет у вас. Никто не имеет права вас забрать без моего разрешения. Вы не выполните реализацию, а полиция передать телефон. Там сейчас запись включена, Павел Иванович. Запись включена. Не запись, а разговор с Мариной. Видеокамеру дайте мне тоже. Павел Иванович, мне телефон отказался передать. А раз я не задержан, передайте мне видеокамеру. Вы будете сейчас заставлены в отделу президента для решения вопроса о вашем задержании. Потому что по данной статье предусмотрено отнести на задержание. Он меня вводит в стрессовое состояние. Я объясняю вам ваши права и обязанности. Каким образом? Я прошу удалить его, он мешает вам. И мне мешает. Сосредоточиться. И мне надо будет бумагу еще. Мне необходимо заявить в ходатайство. Мне нужно бумага для ходатайства. Я буду заявлять в ходатайство. И для заявления. В отношении у меня была примена физическая сила. Человеком, который отказался предъявить удостоверение для полного ознакомления. Сосредоточиться. Дайте. Ручку я знакомлюсь. Ручку дайте. Вы ознакомились уже? Я буду ознакомливаться. Ознакомились. Зачем он в ручках? Павел Иванович, мне был вручен в протокол. Не вручен. Не вручен. А протокол? Не вручен в протокол. Но права и обязанности предусмотрены статьей 25.1. 51 статьи Конституции мне не были разъяснены. Права мне не разъяснялись. А потом я сошел, сделаю запись. Протокол передал для ознакомления. Ознакомление, а не ознакомление. Ознакомление с протоколом. Перед этим проводился без разъяснений вне моих прав предусмотрены статьи 25.1 и 51 статьи Конституции. Нарушены мои права на защиту. Мне необходимо сфотографировать его. Павел Иванович, можно? Зачем его поднимать? Мне сфотографировать надо его. Сдаконишься, делаем дело. Я буду знакомиться. Вот этот человек препятствует. Ваши действия я воспринимаю как отказ от сфотографирования с данным протоколом. Кто такой он, все ли, не предъявить? Давайте без ты, гражданин Меньшаков. Ведите себя вежливо и корректно. Если только партийцы обязаны вести себя вежливо и корректно. А не нами, а ты, гражданин Меньшаков. А я нет. А я нет. Если вы даже в такого рода вежливо себя не ведете, Павел Иванович, можно сфотографировать этот протокол? Это ваше проблему уже. То есть зачем лицо, которое не участвует в делах, это сфотографирует? Зачем? Передайте мне какой-нибудь фотоаппарат, я сфотографирую. Вам вот включена копия. Какая там фото еще фиксация нужна? Нет, не нужна фиксация. Сделайте так, чтобы человек не вмешивался в процедуру. Предложи в штагину ознакомиться, либо же... Я сфоткаю. Либо ваши действия сфотнимал как отказ от ознакомления. Я не отказываюсь. Вы положите. Вот здесь вот копия, на ней все указано. Хорошо. Все приказано. Положите. В чем проблема-то? Да не в чем проблема. Вы должны, обязаны. Положите. Что положить? Вы будете ознакомиться? Да, я буду. Положите, я хочу сфотографировать. Я хочу сфотографировать. Что сфотографировать? Ну, материалы дела. Чтобы мне можно было с ними ознакомиться потом нормально. А сейчас что? Не дает возможность этого что-то делать? Или что? Все, давай. Вопрос. 20.02.20.15.00. Пермский край. Оссаль. В чем 20.02? 2020.2020. 2020 года. 15.00. Пермский край. Город ОСА. Пугачева 1А. Старший инспектор. ДПС. ОВДПС. ОГИБДД. МО. МВД. РФ. Подожди, я сравниваю, что там написано. Читается ли там это все? Читается там. Может быть, вы думаете, что читается. А я вижу, что не читается. Так, адрес город ОСА. Гражданин Меньшаков. Не. Там чернин совместный. Ничто. Парни, засвидетельствуйте. Пришел на прием к начальнику ГАИ. Открытый прием ГАИ. Павел Александрович, я объясняю, что я пригласил понятых для изъятия. Они должны быть в курсе, в чем происходит. Потому что их потом будут вызывать в суд. И они будут давать показания. И чтобы они были... Консультанция доказала, что Гражданин Меньшаков не выполняет карты или струнника полиции покинут служебный кабинет в восприятии его законной деятельности. В качестве и честного доказательства к материалам дела приобщаться к видеокамерам, к которым он снимал все происходящее. Понятно? Суть нарушения. Вы можете снимать это. Снимайте на свои телефоны. Без проблем снимайте. Об изъятии вещей и документов составляется протокол, в котором вы будете записаны. Понятно? На данный момент я еще не задержан. Протокола задержания нет. Запомните эти фразы. Вас судья был спрашивать, а был ли он задержан? Я был задержан? Нет. Я не задержан. Протокола задержания нет. Они втроем меня силой здесь удерживают. Почему эта ситуация возникла? Потому что я потребовал у него удостоверения. Он отказался предъявить удостоверение. Так, чтобы я мог его прочитать. Поверьте поближе. Я до сих пор не задержанный. А уже изъимают вещи у меня. Я даже не задержанный. Еще обвинение никакой не предъявлено. А у меня уже все подбирали. Чтобы я не мог фиксировать то, что происходит с этой целью. Протоколы меня заставляют за то, что я потребовал от начальника вот этого удостоверения. Я потребовал, чтобы он подержал столько, чтобы я мог ознакомиться. Где пожелаете? Если не хотите, вы можете не участвовать. Потому что это долгая история была. Два месяца по 19-3. Они фабриковали в прошлый раз. Два месяца рассматривали. Раздук-то сказать, что ты откладываешься. Мусор-10. Вышины в качестве понятых в вашем присутствии была взята видеокамера Panasonic. Сейчас, секунду. Не сядьте. Я не задержанный. Вы мне не командуете. Я не задержанный. Panasonic. То есть внешних повреждений. Посмотрите, пожалуйста, в видеокамеры нет никаких повреждений. Это новая камера. Два месяца в семье. Посмотрите. Нет, сами посмотрите. Подойдите, посмотрите. Правильно? Посмотрим. Солок. Там тоже. Солок. То есть телефон передали, да? Получается? Телефон передать оказался вам. Передал закон гражданину. То есть опять я выполнил закон подъем на стоим на улице. Так, гражданин расписался. Здесь, чуть поближе подойдите. Что ваше присутствие? Видеокамера включена по телу. Дело. Мягко не трогал вопрос. Как зовут? Олег. Олег. Фамилия? Березин. Березин. Олег, ответь на вопрос. Права тебе разъясняли сейчас? Твои права. Разъясняли тебе сейчас? Нет. Нет. Скажи громко на камеру, что тебе права не были верняты. Обязанности разъясняли? Обязанности. Твои какие-то обязанности тебе разъясняли? Обязанности, что ли, ну ты сейчас. Вот именно. Мы же расписали, что за камеру вам. Да. Что она целая у вас. Скажи, пожалуйста, на камеру, что тебе права и обязанности не разъяснялись. Можешь сказать? Могу. Права и обязанности не разъяснялись. Спасибо, Олег. Мы же расписывались за камеру, а не за права и обязанности. Спасибо. Но тебе, как понятому, обязаны были разъяснить права и обязанности. Этого сделано не было. Спасибо. Просто напрямую задавали. Руся. Руся. Иначе я отказываюсь с вами взаимодействовать, потому что непонятно, кто вам взаимодействует. Это стыдно и обидно должно быть для вас. Он вас заставляет выполнять какие-то действия, как будто вы сами не можете этого сделать. Вы же сами можете сделать. Я еще познакомился с Гражданином. Он видит, что занимает производство своей любимой. Алло, Дэн, слушай, можешь меня постраховать? Гражданин Меншаков не... Кипиш. Ну, ну, пусть будет на ногу. Сейчас задерживаю? Сейчас меня пострахуют на работе. Гражданин Меншаков не... Не что? Не выполнил. Не выполнил законного требования сотрудника полиции. Находясь в... Вот тут, смотрите. Вы сами смотрите. Что? Просто мне представьте, что написано. Находясь в служебном... В кабинете. В кабинете. Начальника Гриба, да-да-да? Да. Вы же читаете, все видно. Все отчеркиваю понятно. Просто тут текст по тексту идет. Текст по тексту. Начальника ГИБДД. Дальше что? Вы читаете, что не сможешь его? Вот почему вы предъявили, что я мог его прочитать? Я не знаю, что у вас там. Что у вас какие-то все негативы непонятные. Что вам нужно прочитать? Суть или что? Нет, нет. Текст просто прочитайте. Какой? Вместе. 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 Здесь вода вообще у вас? У меня все пересопано. В огне. У меня все пересопано. Водичка идет. Ну, с водой так не идет. Так, что нужно? Мне можно даже пересопать. Вот давайте я так буду держать, чтоб я глаза не могу видеть. Залежу. Затрудника полиции, находясь в служебном кабинете начальника ГИБДД. Правильно? Да. Вот это все уже читали? Нет. Не читали. Вот это что за славу? Ты зачитал протокол-то? Я не знаю, что написано. Что написано? Я вообще не понимаю просто. Я человек не собирается в почерке. В 2020 году. В 15 часов 00 минут. Мест составления Пермский КГБТ-самбульс. Пугачево-1. Я старший инспейер ДПС. Отдельный взвод ДПС ГИБДД. ММОВД РСЕСИНСКИЙ. Старший лейтенант полиции Сапожников Владислав Геннадьевич. В отношении состав. В соответствии с статьей 28.2. Кодекс объявления правонарушений состоял настоящий протокол о том, что Гражданин Мишаков Павел Александрович Осинского района 20 февраля 2020 года в 14 часов 45 минут. Так. Место совершения перспективного нарушения Пермский КГБТ-самбульс. Улица Пугачева-1А. Совершил нарушение Гражданин Мишаков. Павел Александрович не выполнил законное требование сотрудника полиции. Находясь в служебном кабинете начальника ОГИ ВРГ. Покинуть служебный кабинет. Не реагировал на неоднократное требование. Неоднократно требую предъявить обращение. Либо заявление. Не понял. Вы сами видите, запинаетесь. Как я мог такой текст прочитать? Чего мне это? Вот этот человек не требование предъявляет сотрудник свой текст и с трудом разбирает сидит. А как я мог его прочитать? А вот этот человек говорил, что как хохотал, стоял на табое, что я не могу прочитать. Смейтесь, сотрудник сам не может свой текст прочитать. Чего молчите? У меня указывать будет, что ли? Да, конечно. А чего нет-то? Да не может положение указывать. Да неужели? А какое мое положение? Ну я вам говорю. Какое мое положение? Нет, сейчас ты что-то не выскаживаешь. Сама, почему боишься встать? Сами, давайте вежливо разговаривать. Вежливо мишаков. Я одного человека вижу. Хорошо? Я одного человека перед собой вижу. Вот видите, что учителем работал, козовец. Да. Я вижу одного человека перед собой. Множество числа здесь не вижу. Вежливо с ним вручились вы? Вижу и обращались с гражданами. Я не вижу сотрудника полиции перед собой. А сотрудник перед собой видите? Сотрудник полиции исполняет закон, он клятву дает. Он за это даже денежное содержание получает. Некоторые сотрудники полиции распугаются настолько. Нормальный здоровый человек рассуждает когда так. А так? Прошедайте правильно, что я сказал. Все сказал. Я все сказал. Послушай теперь дальше. Сотрудник полиции обязан исполнять закон. А я что делаю? Закон в данном случае говорит, что сотрудник полиции обязан предъявить удостоверение. Все было выполнено. Все, что положено сотруднику полиции, все было исполнено. Довольно решили спровоцировать ситуацию. Я за вас хватался что ли? Ну это уже. Я ЯЦУКА вызывал. Это уже как бы история. Нет, я хватался за вас что ли? Мы в этого добивались? Добились. Чего я добивался? Если вы не можете на вопросы, на обычные вопросы не можете ответить. Славяна Ильич, знакомьте. Гражданина. Так он свой почек еще разобрать не может. Я слушал, когда вы там рептики заплатите. Я спросил уже сколько раз, убедите его отсюда. Он мешает вам и мне мешает. Так вы не отвлекаетесь на него? Так он вам мешает. Сочитывайте на права и обязанности его доставляет. Гражданина в отдел. Ответственность за которую приснута статьей 19 3 Кодекса. Так, подождите, я должен видеть, где вы это читаете. Потому что то, что вы сказали, это мне ничего не значит. Я должен видеть, где это написано. Вот написано. Давайте вот. Ответственность. Нет, вот здесь вот. Нет, давайте. Я уже вот это прочитал. Не сдавайте. Хорошо? Вас перебил вот этот человек. Он меня не перебивал совсем. Но я не слышал вас из его говора. Влад Геннадьевич, давайте дальше по тексту. Я не понимаю, что здесь написано. Я вам только что все это прочитал. Лицо в отношении которого возбуждено делать местным правонарушениям. Разъясняются права. Презусловно статьей 25.1. Разъясняю я, значит. Вы вправе не следствием по дистанции и бессивостников, в круг которых ознакомиться с теми оттеневого дела, предъявляя доказательства, заявляя подательства отвода и пользу юридической помощи. Сетя 51. Вы вправе не следствием по дистанции и бессивостников, в круг которых введен фигурам закона. Так, к протоколу прилагается видеозапись, протокол изъятия вещей и документов, то есть был приложен протокол обе изъятия вещей и документов, приложена видеокамера, которая... И выписка ИЦ еще, так как он отказался предъявить паспорт. Лично была установлена из выписки ИЦ. Так, место и время рассмотрения администрации правонарушения Пермский, Каев, город ОСА, улица Ленина, 29. Пермский, Каев, город ОСА, улица Ленина, 29. Так, оставься рассмотрением отделка в машине. Так. За права обязанности будет расписываться, что он доведен. Заводи А-25. Разберемся с текстом, который здесь написан. Он мне непонятен. Чем он непонятен? Вы его... Когда вы его читали, вас перебивал вот этот человек. Вот я тебе скажу, что гражданин отказывается расписаться за проживительным права и пятницу. Ответь меня. Начинайте говорить. Он тут же влезает. Зачем? Скажите ему, пусть он идет, успокоится, пусть. Мы с вами спокойно... Все спокойно. Мы с вами спокойно составим. Что ему делать? Статья вам возъяснены? Непонятны? Чем непонятны? Текст сначала давайте с текстом разберемся, что здесь не представлено. Текст я только что вам довел. Нет. Под видеокамеру. Мне мешал воспринимать вашу речь вот этот человек. Пусть он втянет что ли. Помолчит пару минут, мы все составим. Видите, он опять на вас давит. То есть вы тем самым затягиваете процесс, да, тем самым Вы сами себя слышите. Я слушаю. Тем, что я требую разъяснить. Я вам разъяснил, что здесь написано. Заберите, что я затягиваю процесс. Вы сами себя слышите? Я только что вам только что все прочитал дословно. Прочитайте, что я по-другому видел, где это написано. Вот, значит, я предрекация использую. Я понимаю. Пишите, что оказывается ли. Ставьте свою подпись. Согласно вашему регламенту. Делайте, как вы это обычно делаете. Все, ясно. Я понимаю, как вы обычно материалы скрепываете. Делайте так. Я прошу вас по закону сделать. Вы начинаете что-то это. Какой-то вообще посторонний человек давит на вас. Я понимаю, что он для вас начальник, но в данном деле он посторонний человек. От него даже аппорта еще не было. А вы уже тут написали. Вы очевидцем не были. Что же вы написали-то? Сами себя подставляйте. Он не был очевидцем. Его не было в кабинете. Он ничего не видел и не слышал. Объяснение, да, будете давать? Двери в тот кабинет были закрыты. Павел Александрович, объяснение будете давать входит? Разумеется. Пожалуйста. Так. Инспектор ДПС. По существу. Мне надо будет два листа бумаги. По существу, пожалуйста. По существу. Объясни по существу. У меня его нарушение не совершал, я написал. Текст протокола не читаем. И отказался озвучить. Что озвучить? Протокол? Да. Дословно почитал. Нет. Нет. Не надо спорить. Хорошо. О, личное мнение. Хорошо. Он так видит. Так слышит. Отказался зачитать текст. Так. Заявлено. Объяснение. На трёх листах. Я прошу вас всё-таки дать мне бумагу, для того, чтобы я мог подать ходатайство. Предусмотрим законном порядке, в соответствии со статьей 24.4 и 24.1, и чтобы вы это рассмотрели. Знаете, что за статья эта? Подтест. Подтест. Я прошу выдать мне. Подтест. Вы лишаете меня права заявить ходатайство. Что? Вы ознакомьтесь с Ходаковым, потом я выдам. Вы лишаете меня права заявить ходатайство? Нет. Я прошу дать мне бумагу, чтобы я мог заявить ходатайство. Вы ознакомьтесь с Подтековым, подпишите его, если будете подписывать. Нет. Я прошу дать мне бумагу для того, чтобы я мог заявить ходатайство в соответствии со статьей 24.4. Ходатайство заявляется в письменной форме и рассматривается немедленно. Сотрудник полиции отказывается мне выдать бумагу для того, чтобы я мог подать ходатайство. Кроме того, я желаю дать объяснение по данному инциденту. Сотрудник полиции также отказывается. В связи с этим я вижу нарушение моих прав, предусмотренных законом. Кроме того, перед составлением протокола мне не были разъяснены статья 25.1 и статья 51 Конституции. Тем не менее, он требует от меня, чтобы я поставил здесь подпись. Это то, что сейчас происходит. То есть, что я указал? Здесь я написал, что пока я планирую заявить, три ходатайства у меня есть. И я сразу же здесь написал, что заявлено три ходатайства. И объяснение на трех листах. В три листа я вложусь. Но сотрудник, нарушаемые права. Статья 13 Закона полиции. Статья 5 Закона полиции. 6 Закона полиции. 6 Закона полиции. О чем говорит? Не понимаю, о чем вы говорите. Я не понимаю. Я просто не понимаю, что вы. По тексту. По тексту я не понимаю, что здесь написано. Я вам русским языком сказал. То есть, вам. Вы что, это. Объяснение. Я не понимаю. А, вы не понимаете. Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Не понимаете. Да, текст я не могу прочитать. Вы отказались его прочитать. Я его вам прочитал. Из-за того, что вот этот человек постоянно вылезает в разговор. Я не услышал, что вы произносили. Если вы не слышали, это не значит, что я должен. Вот если бы он не мешал, я об этом уже 10 раз вам сказал. Если бы он не мешал, я бы спокойно вас послушал. Вот видите, опять, что он тут лезет. Мы с вами общаемся. Пусть идет куда-нибудь. Поединиться там, успокоиться. Придет потом. Так. Давайте будем разбирать. Раз вы не хотите, я буду пытаться фотографией заниматься. Что вам непонятно? Вот здесь все по... В разговоре протокола будете расписываться? Мне по объяснению все или нет? Мне вот этот текст не понять. Что непонятно вам? Вот этот текст не понять. Какой? Вы только что... Я же вас просил, зачитали. Я вам только что зачитал. В чем проблема для вас? Здесь еще раз. Объяви гражданину. Вот этот текст не с языкой протокол или не будет? Чтобы учить ему ее. То есть с объяснением все или нет? Нет, нет. Вы с объяснением все, Павел Александрович? Смеется уже. Конечно. Не издеваетесь что ли на то, но я не понимаю. Конечно, видишь, он смеется уже. Вы видите дело или он ведет? Я веду дело. Ну так вы ведите. Ну так что именно? Четко ясно объясни кажданину. Пусть идет Маша только на себя в кабинет. Замечательно. С объяснением все? Нет. Дописывайте. Подождите, я вот с текстом разобрался. Так, Павел Александрович, я могу прочитать, что в протоколе написано? Я только что вам ознакомил его дословно. Я хочу сам увидеть, что там написано. Ну так что вы дергаетесь сюда-сюда? Это вы дергаете? Мы уже с вами вот три дня назад спокойно общались. Мы нормально с вами общались. Я не знаю, что у вас случилось. Все составили без проблем. Тут почему-то у вас. Вопросов тоже не было. Дали объяснение. Приложили. Согласили. Все на этом. Так, гражданин Меньшаков не... Вот так вот, еще сутки законит в суде? Я также думаю, что он специальности... Да, да. И четкие требования. Либо он расписывается... Не в этом суде. Либо же отказывается. Законного требования сотрудника полиции. Сатурника полиции. Ну вот, да. Что да? Находясь. Находясь, да? Находясь. Вот я пальцем введу, просто прочитаю. Вот так вот. Вот я предлагаю, я тоже думаю, что... Закончить с этим всем. А может, ваши дети воспринимаются как отказ от подписи протокола и получения копии? Я тоже так же понимаю. В протоколе написано... То есть, строчки очень узенькие. И вот эти строчки... То есть, одна печальня прошла. И перекрывая ее, в другая линия идет письма. Когда я ему вернул, чтобы он мог зачитать, он сам сидел и вспоминал, что же он там написал. Сейчас он указал, что я отказался от... От чего я отказался? От подписи. Я отказался от подписи. Я отказался от подписи, что нет. А я отказывался? Конечно. То есть, вы не хотите... Я вам разъяснил, протокол весь довел. Прочитал, если он разъяснил вам с таким ознакомиться. Я вам предложил, вы говорите, прочитайте сами. Я не вижу, не понимаю. Зачем забрали? Забрали-то зачем? Я просто не понимаю. Забрали-то зачем? То есть, от подписи отказался? Получай копию. Протокол будете? Конечно буду. Я должен ознакомиться сначала с копией. Все, я понял, понимаю вас. Значит, вы от подписи... То есть, тем самым затягиваете процесс... От получения копии... От получения копии... Протокола отказывается. Правильно я понял, что вы отказываете мне... В чем? В праве ознакомиться с протоколом. То есть, я вас ознакомил, вы мне сами сказали, доведите мне, что я сделаю. Влад Геннадьевич, пиши в протоколе, как положено, как я в регламенте написано. Я не отказывался от подписи протокола. Видео все скажет. От получения копии я не знаю. Все ваши действия записаны, то что? То есть, прилагаю, протокол прилагается протокол к изделке вещей и документов. То есть, на диалог будет приложена видеокамера Panasonic. Она у вас в присутствии понятых бывает изъят. О получении копий. А какая видеокамера была изъята? Panasonic, вы думаете же. Я понял, видеокамера Panasonic вот тоже стоит. Вы что, и подменить не хотите, что ли? В смысле, подменить? В прямом смысле. У вас тоже Panasonic? Вы мне потом... Panasonic, принесете? Мне зачем это надо? Ну, и что за номер? А, ЖС, В? Я не знаю, что это за номер. Я не знаю, какой у меня номер. Да посмотрите. Я не хочу, чтобы вы мне камеру подменили. Вот ваша камера. У нее есть свой индивидуальный номер. Но я его не вижу здесь. Его здесь нет. Правильно. А должны указать. В дело есть. Ну, так дайте, я покажу тогда. Ничего не обязан доказать. Я что вижу? Кто вижу? Значит, чтобы избежать подсмены видеокамеры, я требую сотрудника, значит, идентифицировать эту камеру. Он отказывается. Он просто написал видеокамеру Panasonic. Это все равно, что написать. Задержана машина Жигулей. Пишет вовсе отказался, что не желает получать копию. В этот же момент постоянно человек в форме полицейского давит на сотрудника полиции, который составляет материал. Создается впечатление, что сам по себе сотрудник некомпетентный. При этом сотрудник, который дает эти советы, он сам не понимает, что он говорит. Потому что то, что он требует от данного сотрудника, они никак не... Эти требования не соотносятся с нормами закона. В данном случае я не задержан. Протокола задержания нет. Мне отказались вручить копию протокола. Мне отказались дать возможность, дать пояснение протоколу, внести туда замечание. Отдумаем. Так, что отдел медленно, не простой. Вы будете доставлены в отдел внутренних дел для решения вопроса о задержании, так как по данной статье предусмотрено администит, вы будете доставлять в отдел внутренних дел. Граждане Минчаков, вы доставляетесь в отдел внутренних дел. Да ради бога, я задержан. Вашего задержания Ответь на вопрос Я задержан Вам помочь? Я задержан Вам будет применять физическая сила для доставления в отдел внутренних дел Я задержан Вам понятно? Я задержан или нет? Держи, ладно, я подниму эту гражданину Тома Вставай Силу применяешь, конечно Силу применяю Применяешь Вам применять физическая сила для доставления в отдел внутренних дел А я задержан? Понятно? Я задержан? Вы доставляетесь в отдел внутренних дел Я требую протокол задержания Я требую протокол задержания Палец Я требую протокол задержания. У публики нет? Николай Владимирович, я к вам обращаю. Не забудьте потом, что он применяет ко мне силу. Я применяю ко мне физическую силу для доставления повода. Протокол задержания не составлен. Так, меня сейчас куда везут? В отдел, что не делал. Не толкай меня, сяду. Присаживайтесь. Не толкай меня, сяду. Присаживайтесь. Что за непонятность? Я сяду? Присаживайтесь. Я не задержанный, ко мне применяют физическую силу. Протокол задержания составлять отказывается. Ко мне силу применяет вот этот человек. Пормит патрульника полиции. Чего вы мной машину обтираете свою? Присаживайтесь. Я сяду, руки берите. Руки берите. Что мне понятно? Руки берите. Не надо слюной на мне плеваться. Руки берите. Руки берите, я сяду. Павел Александрович. Мы вам предлагаем присесть в патрульный автомобиль. Когда предлагает, руками не глотаются. Еще раз говорю. Вот я сколько раз говорю? Руки берите, я сяду. Я поднимаю вас. Что за склонность такая? Я требую съесть в патрульный автомобиль. Да сяду я. Так садите. Так я не задержанный, я не обязан это выполнять. Я вас доставляю в отдел 2 дел. Но составьте протокол задержания и будете доставлять. Я составил в отдел 2 дел. Составляйте. Стои сюда. Без протокола не сяду. Применяйте силу. Наручки есть? Давайте. Наручки. Протокол задержания не составлен. Обратите внимание. Слушайте это внимательно. Протокол не составлен. Мне применяют физическую силу. А протокол не составлен. Потому что требований нет такого нас. Что это мы понимаем? Пусть руки уберет. Я присяду. Черт, проблема. Можешь убрать руки? Да, да. Убери руки. Я сяду. Что ты делаешь? Полосатыч. Что случилось? Я же тебя пятна. Пусть шутка вону. Да нет. Нервный. Неболезный. Зарядку возьмите. Зарядку возьмите. Неноску возьмите. Все. В них ремень безопасности сзади не работает. Он не может меня пристегнуть. Машина неисправная. Перевозят людей. Вот видишь, до сих пор сидит. Возит. Неисправный ремень безопасности. Да, пристегнули. 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 Илья, позвоните. 150 градусов. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует...